срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте меня зовут федор васильев это урок номер 15 мы продолжаем с вами разбирать тему вудморт в этом видео я хочу вам рассказать и показать вы должны знать когда вы устанавливаете тему на wordpress то тема вносит свои какие-то изменения дополнительные возможности в разные параметры самого wordpress или woocommerce интернет-магазина как раз таки в этом видео рассмотрим дополнительные возможности от темы вудморт для категорий товаров то есть вы можете перейти товары категории как обычно здесь можно создавать категории но здесь вносится дополнительные возможности в основном это касается именно картинок иконок как это можно вывести где будет отображаться то есть у нас идут сначала штатные поля настройки и вот как раз ниже у нас появляются дополнительные опции давайте посмотрим значит первое миниатюра но это просто загрузка изображения который будет вот здесь у вас показываться и не только в админке если вы вы видите на страницу допустим список категорий товаров скажем через элементар то у вас вот как раз эти картинки будут отображаться именно на сайте следующее изображение мы сразу наглядно будем смотреть то есть это у нас создание новой категории давайте мы перейдем существующую категорию здесь те же самые параметры вот она миниатюрка загружена теперь ниже вот этот момент мы загружаем изображение и смотрим я беру любое произвольное изображение где она будет отображаться то есть эта категория аксессуары переходим в магазин обновляем страницу это главная страница нажимаем на аксессуара и наша картинка с медведями вы видите она заполняет вот эту область которую мы впоследствии в принципе еще можем даже и отключить до этого до этих настроек мы еще дойдем то есть если мы перейдем в часы то пока что по умолчанию для всех остальных категорий мебель давайте перейдем у нас будет просто черная полоса там то есть аксессуаром мы добавили медведей вы понимаете что к разным категориям вы можете добавлять получается разные картинки дальше следующая область это для загрузки иконки как раз в ту область ну давайте я любую возьму произвольно обновить обновляем сайт напротив категории именно в этой области да у нас появляется витя иконка то есть каждую категорию можно снабдить иконкой следующая область для загрузки это уже иконка в области отображения категории в роли меню давайте какую-нибудь я картинку загружу обновить и у нас показывается часы ранее в уроках я показывал как через меню можно было подгрузить здесь вот значок туда же в ту же область так вот тот значок который загружен вот здесь через меню он будет перекрывать вот этот значок который сейчас загрузим загружен через категории имейте ввиду то есть это или или либо там либо там загружайте значок к меню я думаю что это без разницы что вы здесь загрузили что там далее возвращаемся в категорию у нас есть область где мы можем вставить какой-то текст или html блок давайте начнем с простого напишу привет мир и нажмем обновить мы с вами видим перейдя в категории аксессуары под товарами видим этот текст под всеми товарами получается будет именно в категории вот этот вот текст давайте попробуем что-то сделать поинтересней здесь есть возможность вставить html блок мы уже несколько раз его касались давайте в этом примере еще раз создадим html блок если что если вы смотрите это видео первый раз то html блоки у вас находятся в этой области можно либо отсюда перейти создать либо прямо отсюда видите создать новый html блок нажимаю в новой вкладке браузера здесь можно написать заголовок какой-то любой заголовок он будет виден только вам здесь в админке чтобы вы не заблудились для себя как-то вы пометите потому что если у вас будет много таких блоков чтобы потом не потерялись после того как вы нажали обновить можно перейти в редактор элементов и уже что-то интересное вставить под категориями какой-нибудь баннер рекламный к примеру давайте найдем какой-нибудь виджет например баннер перетащим его сюда и загрузим наших уже привычных медвежат к примеру размер сделаем поменьше ну здесь настраивать уже не буду тут текст кнопку можно настроить все это можно здесь сделать повесить ссылку и так далее здесь нажимаем обновить возвращаемся в нашей категории здесь теперь доступен заголовок только что создан html блока который я подготовил именно для этой категории обновляемся идем на сайт обновляем и у нас под товарами в конкретной категории появляется видите баннер конечно вот здесь можно поднастроить там нельзя поуже его сделать но факт остается в том что есть область да куда вы можете здесь под всеми товарами тут всего два товара представьте что здесь допустим 12 товаров придет постраничная навигация они же будет вот такой вот баннер внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в у коммерс элементар какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram и и и и и и и и